СБУ будет просить об экстрадиции задержанных в Беларуси лиц, которых считают членами российской частной военной компании Вагнера. Этот вопрос намеренно инициировать перед офисом генерального прокурора. О каком количестве людей идет речь пока неизвестно. По предварительным данным, среди задержанных есть и граждане Украины, которых разыскивает полиция, сообщили в СБУ. Напомню, накануне в Беларуси задержали 33 россиянина предварительно из компании Вагнера. Госагентство Белта сообщает, что часть из них могли ранее воевать на востоке Украины. Против них возбудили дело о подготовке терактов. Еще около 200 человек разыскивают. Украина и Беларусь договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси. А в Министерстве иностранных дел Украины допускают, что вагнеровцев могли использовать для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов. Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных оружийных формов, которые брали участие в боевых действиях на сходе Украины, используются в других точках мира и становятся危险. Эскалации или наступательных действий с начала режима всеобъемлюющее прекращение огня на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хамчак. Одиночные обстрелы, по его словам, это провокация незаконных вооруженных формирований. На нее украинские воины не отвечают и соблюдают режим тишины. О ситуации на передовой наши корреспонденты подробнее. Эти воронки остались от одного из обстрелов, которые на передовой зафиксировали в субботу 25 июля. Я как раз после наряда отдыхал в блиндаже. Почувствовал сильный поштовх, выбух, который был так чергами бум, потом бум, 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 все ближе и ближе. Вот они звезды как раз приходили и тут уже легли крайние. Последний же обстрел по их позициям на передовой был за несколько часов до вступления в действие режима полной тишины. По всей линии фронта было порушено близко ста разов перемирия. Был большой голос того, что забирают оружие. Мы немного переживали на этот счет, но потом выяснилось, что у нас ничего не будут забирать. Все осталось так, как было раньше. Мы в полной боевой готовности и готовы дать бой в любой момент. Украинская сторона придерживается полного прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Вадимир Зеленский. Добавил, что в случае серьезных атак противника наши военные готовы отвечать. Без припинения в огню ничего не будет. Чи можем мы сказать, что мы договорились про припинение в огню? Так. Чи можем мы сказать, что нет никаких поодиноких пострелов? Нет, они есть, они существуют. Потому что это 400 с чем-то, 410 километров контактной линии, размежевательной, темночасовой линии. И проконтролировать все очень сложно. Когда я была еще маленькая, мы переезжали в Киев к моей сестре. Почему переезжали? То, что на Восточном был обстрел. Восьмилетняя Ксения вспоминает обстрел родного микрорайона Восточный в Мариуполе. Эта тема для нас больная. Я понимаю. Поэтому мы ждем это перемирие. Вы понимаете сами, как. Больше сказать нечего. Мне кажется, и так видно все. За перемирие? Ну, конечно, за перемирие. Мы вообще как бы за отмену этой войны. Это очень хорошо. Что могу сказать? Перемирие есть перемирие. Лучше быть не может. Напомню, 27 июля на Донбассе был объявлен режим полного прекращения огня. О нем ранее договорились представители трехсторонней контактной группы. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Троицкая, Мариуполь. Твой дом. Украина способна обеспечить проведение выборов на всей территории государства, если будет гарантирована безопасность и свободное голосование для избирателей. Об этом во время рабочей поездки в Харьков заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Добавил, что по его прогнозам явка на местных выборах ожидается до 65%. Также спикер парламента прокомментировал возможное назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Новый антирекорд по коронавирусу в Украине. За минувшие сутки 1197 подтвержденных случаев. Максимальное количество за время пандемии за день инфицированных и в столице – 199. А также антирекорд по госпитализированным в стране – 248 человек. Таким образом, сегодня к ослаблению карантина не готовы Киев и 12 областей. Мы можем делать какие угодно обмеживательные заходы. Мы можем сколько угодно говорить о поддержке правил и встанавливать эти правила. Но они ничего не варты, если мы их не будем поддерживать. 1197 людей – это очень много. И единственный способ уникнуть таких цифр – это поддерживать правил, встанавливаемых в Украине. А соблюдение правил адаптивного карантина будут контролировать правоохранительные органы. Сейчас правительство согласовывает сотрудничество с ними. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским. Больше всего зараженных коронавирусной инфекцией на западе страны. Министр здравоохранения назвал несколько причин роста количества больных в последнее время. Скопление людей во время богослужения, общественный транспорт, в котором люди не всегда придерживаются дистанции и не используют маски, а также большое количество туристов. Сподіваюсь, что адаптивный карантин справді будет более действительным, когда мы сможем подбирать соответствующие заходы контролю стосовно каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекций. Мы должны уникнуть пиковых навантажений. В Украине исследуют четыре препарата для лечения COVID-19. Об этом рассказал гендиректор директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида. Анализ предварительных результатов показал положительное влияние на течение коронавирусной болезни. Испытывали на 200 пациентах. В результате все выздоровели. Минздраву отчет по данному исследованию представят в один в первом квартале следующего года. Эти данные передаются до Державного экспертного центра Министерства охорони здоровья, где данные будут переверяться, валюдуваться. И только после этого, после того, как эксперты с ними працют, можно будет говорить про объективность, достоверность данных, которые были даны спонсором клинического исследования, компанией-виробником лекарского засоба. И тогда уже можно будет с боку министерства сделать выяснение, а выяснение будет это або включение до инструкции про использование лекарского засоба показания COVID-19, або не включение. Спрогнозировать ситуацию с распространением COVID-19 к сентябрю невозможно, поэтому варианты обучения школьников в нынешних реалиях нужно продумывать заранее, говорят эксперты. Какими могут быть сценарии нового учебного года, рассказала соучредитель общественной организации «Смарта Свита» Ивана Каберник в программе «5 вопросов на злобу дня». Также уменьшение количества детей в классах или увеличение площадей. То есть если в школе, например, есть коборкинг, библиотека, актовый зал, спортивный зал, аудитория на улице, а очень многие в школе уже делали такие открытые аудитории и проводят там уроки, можно перенять опыт, то тогда детей может быть больше, но они будут находиться в более прославном помещении. Если классы маленькие, то тогда да, нужно поделить классы, например, на два, и дети учатся по алгоритму, который будет предложен. Например, в Германии в одних федеральных землях это значит, что одна половина класса по алфавиту поделенная, например, от буквы А до К, условно скажем, ходит одну неделю, а от К до С ходит вторую неделю. Вокруг света на велосипеде. Две британки совершили кругосветное путешествие на двухместном велосипеде через пожары, непогоду и коронавирус. В итоге установили мировой рекорд и собрали 40 тысяч фунтов стерлингов на благотворительность. Инна Косинская знает больше. Юрист Кэт Диксон и медсестра Арас Марцин дружат уже шесть лет. Велосипед всегда был их страстью. Они начали совместных прогулок и даже не задумывались, куда это их приведет. Мы некоторое время просто катались вместе. Потом подумали, почему бы не попробовать ездить в тандеме. Мне показалось, это хорошая идея, поэтому я просто сказала «да». Однажды они решили объехать на велосипеде весь мир. Подготовили и спланировали маршрут и в июне прошлого года отправились в кругосветку. На своем малиновом велосипеде они проезжали больше 130 километров в день. Маршрут путешественницы осложняла не только погода, но и пандемия, из-за которой страны стали закрывать границы. Думаю, изменения климата и погода стали главными вызовами. Мы ехали через Муссоны, а потом в Австралии. В Австралии пришлось как-то избегать лесных пожаров. Ехать в дыму просто ужасно. Да, пришлось менять маршрут, ведь мы оказались там в самый пик стихии. Ну а потом, разумеется, мы столкнулись с пандемией, уже когда через Африку возвращались в Европу. Так что изо всех сил старались успеть до локдауна. Рекордсменки преодолели почти 30 тысяч километров. Побывали в 25 странах на пяти континентах. Вернулись домой как раз вовремя. Через два дня после их приезда Великобритания закрыла границу с ЕС. Каждый день готовил нам новые приключения. Было потрясающе. Я уже ждала, когда смогу отдохнуть. Но теперь снова хочется сесть на велосипед. Ведь сразу из кругосветки мы отправились на карантин. Путешественницы побили предыдущий мировой рекорд, который, к слову, тоже принадлежал британцам. Они объехали земной шар на 18 дней быстрее. За 263 дня. Инна Косинская, телеканал Дом. В этом выпуске ставим точку в 20.30. Встречайте Светлану Леонтьеву. И не забывайте о наших страницах в Ютубе и Фейсбуке. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова